Совет РФ одобрил закон о приостановлении ДРСМД. Трамп пригрозил Ирану уничтожением. Задержка строительства Северного потока-2 из-за Дании может стать реальностью. Совет Федерации России в ходе заседания 26 июня одобрил закон о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно тексту документа, в случае необходимости президент России сможет принять решение о возобновлении исполнения ДРСМД. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с договором. «Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется принимать компенсационные военные меры. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с Альянсом». Рябков также отметил, что страны НАТО в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Москвой. В частности, речь идет о сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть такой интерес. Напомним ранее, генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг заявил, что НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД». В Конгрессе США выступили с предложением внести поправку к военному бюджету страны, которая ограничила бы президента США Дональда Трампа возможности начать военную операцию против Ирана без одобрения Конгресса. Как заявил демократ Роханна, в ходе президентской гонки лидер обещал завершить дорогостоящие военные кампании с США за рубежом, однако этого не случилось. Между тем, сам Трамп накануне заявил, что Вашингтон встретит любую иранскую атаку против чего-либо американского силой и пригрозил Тегерану уничтожением. По словам Трампа, замечательный иранский народ страдает, а иранское руководство не понимает слов любезность и сочувствие. Увы, понимает оно силу и мощь, а у США – самые мощные вооруженные силы в мире. Только за последние два года в них было вложено полтора триллиона долларов. Как отметили в российском МИД, Вашингтон вообразил себя вершителем судеб мира, в связи с чем проводит все более агрессивную политику и пытается наказать любого, кто не подчиняется американскому диктату. Создается впечатление, что в Вашингтоне сжигают мосты, вопреки своим же заявлениям в приверженности диалогу с Ираном, добавили в ведомстве. Замглавы МИД России Сергей Рябков также отметил, что США оказывают ожесточенное и лишенное термозов давление на Иран. Курс на слон договоренности и последующая ожесточенная, абсолютно лишенная каких бы то ни было тормозов давления на Тегеран, на иранский народ, на его руководство, приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем. Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зелли считает, что строительство Северного потока-2 может быть задержано из-за позиции Дании по прокладке газопровода по ее территории. Об этом сообщает Интерфакс. Он отметил, что Nord Stream 2 AG может выполнить план, однако пока неизвестно, когда датские власти представят разрешение. При этом Зелли подчеркнул, что чем позднее оно будет представлена тем реальнее задержка в сдаче проекта в эксплуатацию.